Всем привет, hello, bonjour, good and talk, if you don't speak Russian, put on English subtitles and translator if you need Наконец-то у меня дошли руки до видео с ответами на ваши вопросы, которые вы задавали около месяца назад в одном из видео, в котором я вас просил задавать вопросы И вопросов было очень много, около 500, и немало было вопросов от иностранцев, которые не владеют русским языком Они писали их на английском, как я и просил И я решил записать два видео В этом видео я отвечу на вопросы иностранцев Соответственно, в этом видео будут англоязычные субтитры А уже в следующем видео без субтитров я отвечу на вопросы русскоязычной аудитории Потому что оно будет слишком длинным, и переводить это будет, ну, нереально Так что, ребята-иностранцы, отвечаю на ваши вопросы Первые несколько вопросов, они похожи Меня спрашивают, когда я начал играть в страйкбол, с чего я начал, и какое было мое первое оружие Начал я играть в страйкбол в 2010 году Как только вернулся с армии, а служил я в инженерных войсках В войсках дембелизовался в звании младшего сержанта И я сразу интересовался страйкболом Попал на первую пострелушку Мне даже дали оружие Это был не привод, не пистолет, не ружье Это была винтовка-болтовка без прицела, которая выдавала около 120 метров в секунду Я даже умудрился, кажется, одного игрока из нее подстрелить Правда, почти в упор Но это не запрещено, потому что винтовка имела очень слабый тюн Затем я уже вложился в свое снаряжение Мой первый привод был АК-74 Классический, весь в дереве От фирмы Цима Если не ошибаюсь, модель CM-048 или 048М Честно говоря, точно не помню Затем я начал постепенно закупаться снаряжением Естественно, играл я за светлую сторону Russian style, так называемый В англоязычной терминологии И потом уже постепенно менял направление Вот уже развивался, ездил на игры В принципе, как-то вот так я и начинал Следующий вопрос Вопрос из Чехии Планируешь ли ты играть в других странах? И каков твой опыт игры в Великобритании? Я знаю, ты вроде бы играл в Лондоне Привет, Чехия Я никогда не играл в других странах Играл я только в России Соответственно, в Великобритании я никогда вообще не был Честно говоря, я за пределы постсоветского пространства Никуда не выезжал вообще На страйкбол играл только в России Скажу честно, меня не особо интересует Именно игра в страйкбол в других странах То есть меня не тянет туда, чтобы поиграть в страйкбол Потому что, по моему убеждению, которое основано не только на моем мнении Но и на мнении очень многих людей, которые побывали в других странах Играли там в страйкбол Или оттуда приехали в Россию Или с кем я общался Страйкбол в России самый лучший в мире Если брать в общей массе Да, у нас довольно дорогое страйкбольное оружие Но с точки зрения законодательства и инфраструктуры, которые у нас есть То есть те возможности, которые есть у российских страйкболистов Наш страйкбол один из лучших в мире Вот, собственно, мое мнение Далее, большой вопрос Здравствуй, мой русский товарищ Пишу тебе из Израиля Тут любой привод стоит в 3-4 раза дороже Чем где бы ни было еще И выбор не очень большой Поэтому вынужден заказывать в Европе или России Вопрос Какой пластиковый ГББ пистолет ты бы взял? Я думаю, от Tokyo Marui И модель написал FN 5.7 Что могу сказать? В принципе, из ГББ пистолетов Пластиковые, на мой взгляд, это только Tokyo Marui Если есть какие-то другие фирмы, вряд ли они качественные Marui, это, конечно, отличные пистолеты делают В принципе, отличное страйкбольное оружие Хотя, недавно я себе купил Glock 18 Tokyo Marui И пока он меня только огорчает Он постоянно меня подводит на играх Но, скорее всего, это из-за либо дефекта магазина Либо из-за слишком мощного газа Мне, наверное, придется подобрать другой газ Потому что Tokyo Marui рассчитан для более слабого газа Я не держал никогда в руках ту модель, которую ты написал Но, в целом, вроде бы модель неплохая И вообще, пистолеты от Tokyo Marui Они очень хорошие, хотя и пластиковые Но вот пластик, это все-таки тоже небольшой плюс Они довольно легкие Ну и с доставкой, я так понял, в другие страны Тоже меньше проблем Потому что пластиковый пистолет, он и есть пластиковый И его легче провести Объяснив, что это игрушка Далее Какая твоя любимая игра в России? Скажу честно, что мне не нравятся вот эти огромные массовые игры Которые проводят из таких известных раскрученных серий Типа «Сутки на броне» Потому что бронетехники я навидался в армии Я там на ней накатался Мне этого достаточно Я считаю, что чем больше игра, тем она зачастую хуже для каждого конкретного игрока Самые лучшие впечатления всегда у меня оставались от маленьких Зачастую приватных игр на пару сотен человек Без особого бюджета, без техники, пиротехники и прочего Где просто были приватки с отобранными командами И интересным сюжетом и заданиями Особенно, когда это были диверсионные игры Где долго-долго ходишь по лесам, что-то ищешь Или ты вынужден оборонять какую-то точку Ставить патрули, отправлять какие-то засады и прочее Вот это реально для меня интересно было всегда А вот эти толпы народа Чем больше людей, тем сложнее всем этим управлять Мне, честно говоря, не очень нравится Поэтому как? Я люблю приватки То есть маленькие, небольшие приватные игры С интересным сюжетом Поэтому не думаю, что какие-то названия вам о чем-то скажут Но опять же, это не значит, что крупные игры Типа суток на броне, они плохие Нет, просто они для определенной аудитории Которым нравится вот эта массовость И куча бронетехники Мне все это лично не нужно Я просто хочу качественные, небольшие, такие ламповые игры Следующий вопрос Как отправить страйкбольное оружие из Грузии в Россию? Ну, почтой из России, насколько я знаю Оружие, именно страйкбольное, вы не отправите Это проблематично Единственное, выход кому-то провести на самолете Я, честно говоря, не знаю, как насчет перевозки в другие страны Именно страйкбольных реплик Но я знаю, что, допустим, из США привозили в Россию Там даже пулемет привезли знакомый один А вот в России без проблем можно перевозить На самолете, на канале Red Army Airsoft Выходило видео, Евгений Ильич рассказывал Откретно для русскоязычной аудитории Вы можете посмотреть Там субтитров нет для иностранцев Я думаю, что лучше заказать откуда-нибудь из другого места Все-таки там из Китая, может быть, будет проще Или из Тайваня, или Гонконга Если в Грузии, в принципе, можно принимать почту Или какими-то другими компаниями, которые делают доставку А так вот из России, извини, ничем помочь не могу Следующий вопрос Какой твой любимый российский бренд И любимая российская рассветка камуфляжа Бренд, не знаю, что человек имел в виду Может быть, снаряжение или одежду Я могу сказать, что мне, в принципе, нравится В свое время мне нравился союз предоснащения Или ССО, или СПОСОН, как называют Но, к сожалению, как-то они уже качество немного опустили В частности, на своем снаряжении Одежда вроде ничего прежнему хорошая Вот снаряжение что-то разочаровывает порой По своему качеству И как-то, честно говоря, отстают они от современных трендов Где-то там, в начале 2000-х, до сих пор В своем снаряжении одежда в основном и сидят Gen Tactics мне нравится Я ношу их одежду И мне очень нравится тот комплект, который я ношу сейчас Он реально самый удобный из тех, что я когда-либо носил Особенно брюки Ну, можете посмотреть обзор на моем канале Комплект Raptor Он мне нравится Еще мне нравится Снаряжение Vartek мне нравится Anna Tactical неплохое снаряжение делает Так особенно больше ничего не могу сказать Из того, что прям реально нравилось Потому что что-то нравится у одного производителя Что-то у другого Если вопрос про российские рассветки камуфляжа Самый любимый у меня, наверное, это будет пальма с амебами Конкретно это костюм КМЛ У меня есть от ССО или Спосон Они называют эту рассветку русская цифра для летних фонов Название такое-то именно от Себятина Оригинальное название пальма с амебами Это очень старый советский камуфляж Он реально очень хорошо работает в лесистой местности Один из самых лучших, я считаю, российских камуфляжей для лесистой местности И мне еще нравится Из тех, что я считаю, хорошо работают Это Спектр и Спектр СКВО от Союз Спецоснащения ССО Спосон Они мне тоже нравятся Из таких малоизвестных производителей Мне нравится камуфляж Сумрак от HAP-9 Я его довольно долго использовал Такой прикольный, классный камуфляж Вопрос из Бразилии Где твоя СВДС и когда будет геймплей с ней? СВДС лежит в чехле Просто у меня были новые пушки Я хотел поиграть с ними Мне с ними очень нравится играть Но думаю, там вскоре, через какое-то время Геймплеи с СВДС будут Тем более зимой Она вот наиболее эффективна Когда нет кустов, нет высокой травы Можно на дальние дистанции бить хорошо Из моей марксманки, СВДшечки Она мне в этом плане очень нравится Она очень эффективна Так что подожди Насколько строги в России законы о страйкболе Есть ли в законе ограничения по скорости Или запрещенные к продаже продукты Привет из Канады Привет, Канада В России, по сути, нет законодательства о страйкболе То есть нет в законах никаких упоминаний о страйкболе Есть ограничения на пневматическое оружие И разделение его на группы Страйкбольное оружие относится к пневматике Которой по закону ограничение мощности Это 3 джоуля Это примерно 172 метра в секунду Для шарика массой 0,2 грамма И многие организаторы ставят такое ограничение В частности для снайперских винтовок То есть самое мощное оружие, которое может быть Это снайперская винтовка со скоростью вылета шара 172 метра в секунду Это 3 джоуля Но также есть много организаторов, которые ставят планку значительно выше Это 200 и даже 250 метров в секунду для оружия И дело в том, что правоохранительные органы просто не проверяют эту пневматику Я ни разу не слышал, что хотя бы у кого-то проверили мощность его страйкбольного оружия Поэтому многие это правило в принципе не учитывают Если в принципе позволяет игра и можно сделать оружие, в частности снайперскую винтовку мощнее Ее делают мощнее Потому что никаких санкций ни разу не применяли к нарушителям И конкретно по закону И в целом наше законодательство по отношению к страйкболу очень либеральное И к счастью пока никакого упоминания в законах о страйкболе нет И надеюсь и не будет Поэтому в России очень много свобод и возможностей у страйкболистов В отличие от многих других стран Вы можете посмотреть, почитать какие законы о страйкболе в других странах В Соединенных Штатах ограничения в разных штатах В Австралии То есть в многих странах в принципе по закону запрещен страйкбол У нас все здорово, у нас все разрешено И пиротехника, и бронетехника пользуемся на играх То есть и Министерство обороны поддерживает В общем страйкбол довольно-таки либеральная игра в России И мне это очень нравится Привет из США Что дешевое, но хорошее посоветуешь для poor softwares? Я так понял, что в российской терминологии это будет Посоветуют для дрища или для человека, который бедный И планируешь ли ты посетить США для участия в милсиме или другой игре? У нас, я так понял, poor softwares это дрищи То есть игроки, которых нет особенно денег Они пытаются что-то подешевле купить В России не распространено такое оружие, как в других странах Часто, в частности в США То есть дешевые пластиковые игрушки для страйкбола В России стремятся к большему реализму То есть оружие должно быть металлическое Лучше стальное, если это автомат Калашникова Тяжелое Но встречаются и модели пластиковые Но в основном это качественные модели Типа Tokyo Marui или фирма Ares Тоже делают из качественного пластика И внутри они нормальные, внутрянка Они мощные Честно говоря, ничего не могу посоветовать по этому поводу Смотри сам, на что у тебя денег хватит В России просто такие дешевые игрушки Они не распространены Мы любим все по хардкору С такими из хороших материалов и крепко Что по поводу поездки в США Я, честно говоря, вообще не планирую куда-то ехать Чтобы играть в страйкбол Потому что, опять, как я говорил ранее По мне, страйкбол в России, он самый лучший Хотя и в Соединенных Штатах Есть очень крутые милсим-проекты Это действительно интересно Если я когда-нибудь поеду в США Я думаю, что обязательно поиграю Поеду куда-нибудь в Калифорнию Поиграю там на их милсимах Потому что у них это довольно хорошо развито А так пока что желания такого нет Вопрос снова из США Что вам больше всего нравится В месте, где вы живете И в вашем городе Я относительно недавно Пару лет назад переехал в другой город Всю жизнь я жил в Волгоградской области Город Волжский Но вот два года назад я переехал в Краснодар Краснодарский край И мне здесь очень нравится И в плане страйкбола Потому что здесь нет никаких организаций Типа СК Нет никакой политоты и прочего Люди просто играют в страйкбол Еженедельные игры по стрелушке Которые организуют несколько организаторов То есть страйкбол живет Люди приезжают просто получать удовольствие Крупных игр немного Они есть Но в основном это игры проходят От СК-УФО Под их эгидой Но я участвую больше именно в пострелушках Потому что мне все-таки надоели уже эти большие игры А для канала лучше видео снимать Именно на таких небольших играх больше движухи Мне мой город очень нравится Мой нынешний город Он находится недалеко от моря На выходные можно спокойно выехать на море В горы Хотя в этом году, честно говоря, всего один раз был на море Времени просто не было Постараюсь в следующем году как-то получше С выездами все организовать И на море съездите в горы Может даже видео сниму Я считаю, что Краснодар Это очень хороший город для жизни Мне, честно, Краснодар очень нравится Так что краснодарцы Вы живете в очень крутом городе И в целом Краснодарский край Мне тоже очень нравится Что думаешь о Милсиме И как часто ты в него играешь Для начала нужно разобраться в терминологии В англоязычной терминологии Под Милсимом часто подразумевают Просто игру в милитаре тематики То есть когда не бегают в спортивной одежде Или гражданской А одеваются Имеют военизированный, милитаризированный внешний вид То есть в России это просто страйкбол То есть в России страйкбол Это именно милитаризированная версия аэрсофта В России Милсим это игра Больше приближенная к реальным боевым действиям Где есть ранения Где отыгрывают помощь раненым Ограниченный боезапас Как в реальности То есть вот такие ограничения Но знаю, что в некоторых других странах Это тоже может называться Милсим Или чаще называется, как я знаю, Real War Реальная война, реальные боевые действия Вот недавно была игра Battlefield с элементами Милсима У меня можете посмотреть геймплей на канале Я в таких играх немного участвовал Настоящие крутые Милсимы реконструкции Это было несколько лет назад Я участвовал в двух играх ИСАВ То есть это реконструкция Афганистана Современного, там годов десятых примерно И мы там играли, у нас были оккупационные войска Западные войска НАТО В частности ИСАВ Это были талибы Это были обычные афганские жители Репортеры Я там отыгрывал на обеих играх Что участвовал репортер Вот там было реально круто Так в Милсимах особенно больше не доводилось участвовать Но я думаю, надеюсь, что в следующем сезоне Что-нибудь такое будет тут в Краснодаре И можно будет поучаствовать В целом, эта тема, я считаю, очень интересная Но в ней не так много экшена Которые, как раз таки, любят смотреть зрители Конкретно в геймплеях Поэтому, ну, с этим сложности Были ли у тебя переломы? Сколько пушек ты сломал? Есть ли у тебя желание посетить Финляндию, где я живу? В Финляндии мы используем только био-шары Так как заботимся об окружающей среде Привет, Финляндия! В Финляндии никогда не был И, как и говорил, пока не планирую никуда ехать в другие страны Но, может быть, когда-нибудь и посещу Вы об этом обязательно узнаете, если я соберусь ехать Обязательно поиграю в страйкбол Кстати, про био-шары Мы их не особенно используем в России Потому что нет таких ограничений Но что скажу насчет защиты окружающей среды Обычные пластиковые шары, они тоже со временем разлагаются Я видел, то есть шары, которые там с прошлых сезонов оставались на полигонах И они все потресканные Уже не такие круглые То есть они постепенно тоже разлагаются Пусть намного дольше, но они тоже разлагаются Разлагаются Переломов у меня не было С пушки я не ломал К счастью, я стараюсь обращаться аккуратно Ну, были какие-то, конечно, повреждения, ронял Но, в принципе, ничего такого дико критичного Как иностранцу, мне было бы интересно услышать про обычную жизнь в России И взгляды среднестатистических граждан на страйкбол Привет из Швеции Привет, Швеция Вопрос, на самом деле, очень сложный Про обычную жизнь в России И для этого нужно посвящать не то, что видео Это нужно посвящать целый цикл видео Чтобы рассказать разные аспекты Но в целом могу сказать, что она во многом, наверное, отличается от того, что показывают ваших СМИ Потому что переводы иностранных СМИ В частности, репортажи про Россию Я частенько смотрю Основной стереотип, что у нас тут жуткая цензура Запрещаются соцсети и все такое Но с соцсетями у нас все нормально Ютуб работает Можно пользоваться и нашей российской соцсетью Викей ВКонтакте И Фейсбук у нас доступен То есть, в целом, скажем так, нормально Нормально можно жить и работать, если ты хочешь Конкретно отношение к страйкболу Да, нормальное отношение, в принципе Если людей не трогать, не мешать им То они относиться будут нормально к любому хобби В России, опять же, довольно либеральное законодательство Насчет страйкбола Потому что, в принципе, нет законов о страйкболе Поэтому можем чувствовать себя страйкболисты вполне нормально Есть, правда, придурки, которые со страйкбольным оружием ходят по городу иногда Там ведут себя глупо Это называется залет Таких обычно фотографируем и баним Не допускаем на игры Что, в принципе, правильно Я надеюсь, что из-за таких придурков У нас не ведут какое-нибудь лицензирование на страйкбольное оружие Как в других странах Как в Великобритании, например Или в других некоторых странах Где оружие нужно лицензировать страйкбольное Иметь карточки, специальные ID Чтобы играть в страйкбол со своим собственным оружием Я надеюсь, что законодательство у нас так и останется либеральным Надеюсь, я ответил на твой вопрос На этом, в принципе, все Спасибо, что задавали вопросы Надеюсь, вы удовлетворились ответами, которые я вам дал Следующее видео будет уже ответ на вопросы русскоязычной аудитории Иностранцы, если я не ответил на ваш вопрос какой-то Вы можете написать в комментариях под этим видео Также на английском языке И я тут же в комментариях вам постараюсь ответить Так что пишите И опять же, это для иностранцев То есть, пожалуйста, русскоязычные, не пишите свои вопросы Я на них отвечать не буду Вы можете написать ваши вопросы в том видео Где я просил их задавать Примерно месяц назад оно вышло Можете посмотреть и там еще задать ваши вопросы Я на них отвечу Спасибо за просмотр Надеюсь, видео было для вас интересно Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok